сегодня расскажу вам как в токио благоустраивают зелеными насаждениями город мы сейчас японии токио и вот посмотрите вокруг рядом просто шоссе абсолютно не примечательное такое в общем-то место каменных джунглей но мы еще немножко не дошли до района небоскребов но тут тоже довольно-таки высокие дома но обратите внимание несмотря на то что тут в общем-то ничего примечательного каждый уголок токио и вообще в японии все очень хорошо благоустроено везде аккуратнейшие клумбы чистенькие все подстрижено все ровно под какой-то канон причем с деревья многие молодые они поддерживаются при помощи стеблей бабука довольно-таки крепко они держатся вот если вы видите можете увидеть деревья которые специально под них специально выдолблены отверстие вот растет я даже не знаю что это но тем не менее я не знаю возможно они выдолбили это уже после то есть дерево ну там начало расти и чтобы во время строительства этого здания этого комплекса возможно они специально под него оставили место но смысл в том что мы пройдемся сделать немножко дальше пойдем нужно в том что очень много тут зелени и вообще город очень зеленый парке благоустроены все идеально и чисто конечно особенность японцев то что они обожают чистоту для них очень важно чтобы все было чисто и свое время в 60-х годах у японии были большие проблемы с экологией и на самом деле этот вот бум экономический почему они такие сейчас развиты и денег у них как бы много но что свое время вот смотрите просто мы подходим к какому-то скверику тут целый настоящий джунгли целый ботанический сад что тут только не растет и цветы и лопухи и разные породы деревьев в общем это на каждом шагу это абсолютно не то что я вас привел в какое-то место это просто первая попавшая тут везде так и везде очень хорошо они следят за всеми своими двориками слушать а это лимон растет не показалось но не важно смысл в том что во время 60-х годах тут были очень большие проблемы с экологией и в общем-то страна задыхалась просто от дыма воды все были загрязнены но сейчас сейчас по странам с конца с начала 90-х нам даже с 80-х в общем-то приняли определенные меры и одна из таких вот национальных концепций японии это экология тут очень большие средства выделяются на экологию и экологи тут почете в общем-то что если вы эколог приезжайте обменяться опытом с местными специалистами в общем то сейчас у них очень большие штрафы за различные вот эти выбросы за какие-то любые загрязнения окружающей среды в сравнению с россией где все пофигу всем в целом в общем есть чему поучиться у японцев в этом плане я считаю так что вот если будете в токио я думаю вы заметите сразу насколько тут все аккуратно и зелено около офисных зданий очень часто вы сможете увидеть огромное количество цветов в клумбах причем такое ощущение что упали в какой-то ботанический сад но действительно очень много разных видов и очень красиво сделано у нас конечно тоже есть клумбы не все так разнообразно а тут прям вот с любовью сделано все что-то обычное просто офисное какое-то здание рядом так что и зонтики стоят все оставляют зонтики перед ходом